Это программа после новостей. Я Ксения Черепанова. Здравствуйте. Если вы еще не знали, то теперь знаете, нацпроект теперь касается и спорта, и у нас в крае, естественно, все это будет. Но нам бы хотелось что обсудить? Что это значит, нацпроекты в спорте, не для государства, не для чиновников, а для простых людей, для нас с вами? Об этом будем говорить с министром спорта Краснодарского края Павлом Ростовцевым. Павел Александрович, добрый вечер. Добрый вечер. Сразу не будем уходить далеко. Вот то, что спросила Соля Тепляшина о судьбе Дениса Рубцова, о ситуации в футбольном Енисее. Ну, Денис принял, Денис Анатольевич принял такое решение. Видимо, наверное, мне кажется, имел на это полное право, потому что три года возглавлять клуб, который, наверное, за всю историю краевого футбола самый яркий этот период. Наша команда завоевала медали ФНЛ, она завоевала право участвовать в премьер-лиге. Мы, конечно, ждали, может быть, каких-то ярких побед в премьер-лиге, но спорт есть спорт. Бывают победы, бывают поражения. Поэтому сегодня команда выступает, наверное, не так, как всем нам хочется, в том числе и Денису Анатольевичу. Поэтому он принял такое решение. Ну, перед тем, как команда ушла в большой перерыв, вы знаете, что сейчас около двух с половиной месяцев перерыв между первой и второй частью переносов НЛ. Ну, мы с уважением относимся. И, безусловно, тот опыт, который Денис Анатольевич приобрел, потому что играть на самом высшем уровне, играть с грандами российского футбола, такими как «Зеница», «Искала», «Комотив», «Краснодар», многие из которых приезжали к нам в Краснодарск, конечно, дорогого стоит. Поэтому мы все равно будем вместе, мы все равно будем обращаться к его к экспертной позиции. Но решение такое, мы его уважаем. Оно принято. Имя нового директора клуба можете назвать? Ну, я думаю, в ближайшее время вы узнаете. Хорошо. Ко второму, не менее актуальному для нас вопросу. И не могу не спросить об этом у вас, как у человека, знающего спорт высших достижений изнутри. Это очередной скандал, связанный с ВАДО и с тем, что наши чиновники, спортивные функционеры, представили якобы фальшивый отчет ВАДО. И теперь участие России в Олимпиадах или в проведении у нас крупных международных соревнований под большим вопросом. Что вы об этом думаете? Я думаю, что это очень плохо. Не только для российского, но и для мирового спорта. Я еще раз подтвержу, наверное, или повторю свои мысли и свою позицию, что здесь в этом вопросе очень много политики. Очень много политики. Но, тем не менее, те решения, те рекомендации, которые комитет впоследствии выдал исполкому ВАДО, они у всех на руках. Их уже активно обсуждают. Я думаю, сейчас нам всем нужно быть очень выдержанными, очень корректными в своих комментариях и высказаниях, чтобы, не дай бог, не навредить. Поэтому, конечно, ситуация очень тяжелая. Но, я думаю, не все потеряно. И все-таки есть позиция, есть объяснение, есть точки зрения, которые предъявляла наша сторона, почему такая ситуация получилась. Давайте дождемся 9 декабря, все станет ясно, но, конечно, это удар. Это удар, который, степень этого удара мы все узнаем 9 декабря. Хорошо, давайте будем ждать этой даты, не забегать вперед. Если немножко вернуться к футболу и к массовому спорту, хотя, может быть, для вас это неожиданно, нам покажется. У меня всегда вот эта диспропорция между футболистами, их зарплатами и теми деньгами, которые на них тратят, и массовым детским спортом, с другой стороны, она немного удивляла. Сколько я вас знаю, я знаю вас как человека, который говорил и в этой студии неоднократно о том, что наши проблемы в спорте высших достижений, в том, что у нас мало в каких-то видах спорта ярких звезд, связано с тем, что у нас большие проблемы с детским спортом. Будете ли вы устранять теперь, устраняете ли уже, что в этом смысле сделано и будете делать? Не буду цепляться к словам. Я вам действительно неоднократно заявляла, сейчас заявляю, и это, мне кажется, общеизвестные истины о том, что... Это вообще не только Красноярского края касается. В Красноярском крае сложилась определенная ситуация, когда, ну, несозмеримо было диспропорция финансирования профессионального спорта и массового спорта, и мы про это говорили всегда. Говорили, что профессиональный спорт, спорт высших достижений, это одна из частей спорта. У нас же есть и массовый спорт, детский спорт, студенческий. Поэтому, конечно, если мы находим сотню миллионов рублей на профессиональный спорт, давайте найдем это же 100 миллионов рублей на детский и на массовый спорт. К сожалению, не всегда это получалось, но сегодня, в 2019 году, вот я абсолютно уверен, что Александр Викторович Ус, губернатор Красноярского края, тоже акцент на это делает. И вот такой разворот уже, он заметен, он существует. И я готов даже пояснить на конкретных примерах, как у нас увеличилось, скажем так, финансирование массового спорта. То есть, ну, про объекты универсиады, которые мы все поимели в городе Красноярске. Это отдельная история, да, что мы продолжаем строить в муниципальных образованиях крупные спортивные объекты. В этом году, в 2019 году, в нескольких муниципальных образованиях введены стоимостью более 100 миллионов. 100-200 миллионов это Назарова, Ермаковский район, селе Ермаковском, Большой Мурте ввели, Вачинский зал борьбы и так далее. Это крупные спортивные объекты. Мы за 2019 год запроектировали несколько объектов, которые начинаем строить в 2020 году. Например, в Каннске крытый каток с искусственным льдом, в Минусинске плавательный бассейн, в Сухобуземском районе физкультурно-раздоровительный комплекс, в Курагинском районе быстроразваемая площадка, которая, по сути дела, уже превратилась в такой хороший средний фок. Это крупные объекты. У нас в Абоне строится стадион, такое хорошее плоскостное сооружение, там порядка 70 миллионов рублей. Но почему мы говорим о массовости спорта? Потому что такие крупные объекты на каждой улице не будет. И вот в проекте бюджета, который мы будем рассматривать, вот Ксения хотела бы, чтобы уважаемые телезрители тоже это отфиксировали, есть такое, ну все знают, хоккейные коробки, комплексные игровые площадки. Вот за 17-19 годы Красноярский край отфинансировал 120 миллионов рублей на это мероприятие. Обустройство плоскостных сооружений в малых городах и в сельской местности. То есть построили придомовых хоккейных коробок на 120 миллионов рублей? На 120 миллионов. Ну примерно 3 миллиона она стоит. 3 миллиона она стоит, вот такое, за 3 года. Из них 60 миллионов в 2019 году. В 2020 году сегодня мы планируем, ну надеюсь, что депутаты 5 числа на сессии нас поддержат, то есть сегодня произошло, кстати, заседание комитета, где все эти решения были поддержаны. 100 миллионов только на 2020 год. Представляете? И что будете строить на эти деньги? Вот эти же хоккейные коробки, эти же хоккейные коробки, да, именно в сельских территориях, именно в малых городах до 50 тысяч, потому что крупные города, тоже понимаем, что там тоже нужно строить, но они более-менее, инфраструктура у них есть. Поэтому акцент вот такой на развитие именно в шаговой доступности спортивной инфраструктуры, он по всей территории края будет сейчас, ну на совершенно новом уровне. Мы говорим про, вот если говорим про национальный проект «Спорт. Норма жизни», да, то мы не только строим, да, вот, например, Каннский крытый каток будет, искусственным льдом будет в рамках этого проекта, но мы еще и оснащаем наши спортивные школы, в том числе и муниципальные спортивные адвентареты. В этом году город Красноярск, город Шарыпово, город Минусинск, город Бородино получили, ну, порядка 9 миллионов рублей на приобретение рингов, ковров, каких-то оборудований, инвентаря для того, для проведения тренировочного процесса. И я сам был, общался с тренерами, которые, получая совершенно новые качественные условия для своего тренировочного процесса, конечно, мы тоже говорим, что это вливание в наш детский спорт, а не только в подготовку спортивного резерва. Поэтому у нас очень амбициозные планы, мы будем строить и крупные объекты, мы будем строить такие небольшие спортивные объекты в течение трех лет и оснащать инвентарем оборудование нашей спортивной школы. Вот вы говорите массовый спорт, но в моем понимании массовый спорт должен быть, конечно, еще и доступным. При этом мы все понимаем, что мы уже не в Советском Союзе живем, и секций бесплатных не будет, но при этом я думаю, что многим красноярцам хотелось бы, чтобы они были не заоблачны, чтобы любой мог отдать своего ребенка в любую сессию. Да, наверное, есть платные услуги. Почему? Потому что во многих видах спорта, во всех видах спорта определен возрастной порог, когда ребятенок может прийти записаться в секцию бокса, в секцию биатлона, лыжных гонок или в хоккей. Ну, например, в хоккей или в биатлон, в лыжной гонке 8 лет. В тэквондо, например, чуть побольше, в бобсле чуть побольше. И все тренера понимают, что если они будут ждать 8-летних ребятишек, которые придут к ним, они не дождутся, потому что их заберет плавание, заберет гимнастика, заберет те виды спорта, которые распространяются. Поэтому, конечно, на этапе, скажем так, оздоровительного этапа, вот мы сейчас очень сильно взвешиваем все эти решения для того, чтобы понять, как мы от 4 до 7 лет должны с ребятишками организовать их вовлечение в занятия. С 4 до 7 лет. Это такой очень серьезный, содержательный разговор отдельный. Просто для родителей сейчас небольшую справку. Вы имеете в виду, что, например, от 4 до 7 лет можно понять, будет ли успешен ребенок в том или ином виде спорта, есть ли у него способности? Ну, к 8 летам уже можно будет понять. И задача... Вырастет в этом виде спорта из него толк или нет? Задача за 4-7 года, чтобы он, этот ребятенок, привиль к нему любое занятие физической культуры, безо всякой специализации, чтобы нам нужно так построить тренировочный процесс этих занятий, что это в форме игры, чтобы развивались все виды качеств физических, навыки, ловкость, быстрота, сила, которые вам можно. И в 8 лет он сам примет решение. Или он идет в хоккей, или в баскетбол, или в волейбол. Вот такая система. Я просто к тому, что не ждали школы в 8 лет, а пытались раньше пробовать. Конечно, конечно, но это тот пласт работы, который нам нужно в ближайшее время осмыслить и поднять. Но я могу сказать, уверить, что вот, например, мы, как наследие универсиады, в сентябре месяце или в начале октября мы открывали новую спортивную школу, которая расположена в городе Красноярске, по трем видам спорта. Лыжные гонки, бетлон, пулевая стрельба. Там бесплатно. Приходите. Давай, уважаемые родители. Надо есть, вы сейчас говорите, приходите, а вдруг нет. Ну, мы призываем, приходите, записывайтесь. Сейчас я не могу точно сказать, сколько есть места в биатлоне, в лыжных гонках, в пылевой стрельбе, но там все занятия абсолютно бесплатные, в том числе приобретаемый инвентарь, для того, чтобы ребятишки приходили и получили какое-то, например, оружие для стрельбы, или лыжи для своих тренировок. Поэтому бесплатные занятия есть. Не надо думать так, что вот мы только все заплатно. Но еще, значит, такой момент, вот те объекты крупные, которые я перечислил, да, которые мы построим, которые уже построили в Красноярском крае, те же объекты универсиады, конечно, они многофункциональны. Конечно, они используются не только нашими, скажем так, профессиональными клубами, а прежде всего нашими спортивными школами. Ну, на примере, да, вот наш уникальный, один из самых красивых спортивных объектов – стадион «Инисей». То есть там не только наш «Инисей» легендарный тренируется на чемпионском льде, на льду. Там и 10 возрастов команды спортивной школы «Инисей» тренируются в совершенно новых качественных условиях. В субботу, в воскресенье, если нет каких-то игр, пожалуйста, массовое катание. Стоимость билета, кстати, за два часа там чуть ниже даже, чем сходить в кино. Такие же услуги оказывает, например, и «Кристалл-арена». Для меня очень приятно слышать, когда некоторые члены правительства приходят в «Кристалл-арену» покататься на коньках платно, билеты не могут купить, билеты не продают, потому что, ну, коробка же не резиновая, там все равно как-то рассчитывается, чтобы люди друг другу там не мешали, не толкались, там травни получили. И не жалуются, да? Они, наоборот, восторгаются, когда это только закончилось. А я думала, не жалуются, как пацаны, ждите, пожалуйста, пару билетиков на катание. Закончилась универсиада, и начались массовые катания, народу было мало. А сейчас эта тема вся раскручивается, поэтому я хотел бы, чтобы у наших тоже телезрителей, уважаемые компании, ну, четко отложилось, что объекты, которые построены, они не столько для спорта высших достижений, а сколько для наших ребятишек и для жителей города. Да, это был, кстати, один из вопросов, который постоянно нам и люди задают. Ну вот, хорошо, универсиада прошла, объекты остались, и нам все время обещали, что они будут работать на благо народа. Я как понимаю, это так. Это идет. Конечно, такого баланса между, скажем, профессиональным спортом, ну, нашими командами, подготовкой наших молодых спортсменов и доступа населения, конечно, баланс этот всегда надо будет искать. И найдутся всегда, кто чем-то недоволен, но у нас есть, например, в «Радуге» бассейн 50-метровый. Пожалуйста, город Краснояр запустил туда транспортный маршрут, автобус ходит. Пожалуйста, приходите, там, за определенную сумму можно купить абонемент и по гибкой системе просто в 50-метровом бассейне поплавать. Это же тоже наследие универсиады. Есть такая премия, национальная премия Министерства спорта России. Красноярский край в нем участвует. И говорят даже, вы вышли в тройку лидеров. За что? Да, у нас есть такой конкурс, который проводит Министерство спорта Российской Федерации. Там несколько номинаций. И вот в трех номинациях Красноярский край, скажем так, сегодня становится лауреатом. То есть нас определили одним из трех, кто будет признан, скажем так, чемпионом. Это лучший субъект Российской Федерации. Мы там боремся с Башкортостаном и с Краснодарским краем. У нас есть «Надежда России». Это лучшая организация адаптивного спорта. И наши учреждения там участвуют. И мы надеемся, что во время подведения итогов все-таки будет все там хорошо. И есть преодоление «Лучший спортсмен» за вклад в развитие адаптивного спорта. Там у нас тоже есть кандидат. Поэтому надеемся, что да, есть голосование. Оно в открытом доступе. Пожалуйста, заходите на сайт Минспорта. Мы даже размещали эту информацию. Любой может проголосовать, отдать голос за Красноярский край или за наших номинантов. Но потом будет комиссия подводить итоги. 12 декабря в Москве будет определен победитель. И из рук министра спорта Российской Федерации будут влечены соответствующие призы. Но сам факт, что Красноярский край в числе трех претендентов, трех номинаций, уже говорит о том, что уровень развития спорта, уровень развития в целом отрасли в Красноярском крае очень сильно сейчас на высоком уровне находится. И это во многом благодаря такой тяжелой работе по подготовке и проведению универсиата. Павел Александрович, у нас осталось меньше минуты, поэтому я прошу очень коротко про планы на будущее. Конечно, в этом смысле нас интересуют деньги. В сравнении с чем-то. Не просто нам дадут 100 миллионов, а нам дадут 100 миллионов, это больше, чем что-то. У нас в 2020 году заполнировано чуть больше 6 миллиардов. И очень сложно сравнивать с 2019, с 2018, с 2018 годом, потому что были большие инвестиции в универсиаду. Но 6 миллиардов – это большие деньги, и основной и очень много уклон пойдет именно в муниципалитеты, именно на создание спортивной инфраструктуры, на развитие массового спорта. Поэтому правительство нас слышит, депутаты законодательного собрания нас поддерживают в этом отношении. И я думаю, мы на правильном пути. Будете воспитывать чемпиона. Спасибо огромное, что пришли к нам в эфир и отвечали на наши вопросы. Удачи вам в работе. Это была программа «После новостей». До встречи в эфире.